Глава региона Женис Касымбек рассказал о сокращении количества вредных выбросов компании ArcelorMittal Timurtao и о переходе на газификацию на онлайн-брифинге в службе центральных коммуникаций. Arcelor сегодня дает больше 80% всех выбросов Timurtao, поэтому, конечно, принципиальная реализация этих проектов Arcelor для нас важна, и мы на особом контроле держим этот вопрос. Практически ежеквартально проводим с ними встречи с экологами, с активистами и требуем показать, какие заявленные обязательства они выполняют. Еще раз хочу сказать, это два направления. Первое – технологическое перевооружение, пылеуловители, другое оснащение. И плюс второе направление – это переход на газ. Сейчас правительство им подтвердило порядка 300 миллионов кубометра газа. Они планируют часть производства перевести на газ, что также резко должно сократить объемы выбросов. Напомним, что в 2020 году Arcelor Mittal Timurtao представил обновленную стратегию по снижению вредных выбросов на 30% к 2025 году. Реализация стратегии находится на строгом контроле специалистов департамента и Министерства экологии. Есть проверки, департамент начислил штрафы, эти штрафы выплачиваются, есть судебные процессы. Это находится на постоянном контроле и со стороны правительства, и со стороны местной власти. В этом году также планируется подача газа в 3000 домов Караганды-Тимиртау-Жесказгана. Газификация домов начнется в третьем квартале этого года после утверждения тарифа. О снижении количества выбросов жители проинформируют в конце года. Елизавета Королева, Егор Сергеев, Новости Тимиртау.